Доброе утро и добро пожаловать на мой канал. Как просыпаться по утрам бодрый и весёлый? Нужно иметь два будильника, таких как у меня хвостиков, которые будят, которые приходят ко мне и начинают то ласкаются, то играются вот таким образом. В общем, всячески намекают, что пора бы встать и пойти позавтракать. Вот, так что вот такое вот у меня каждое утро. У них разминка, а у меня пробуждение. Вот такая вот разминка. Они вдвоём, это просто, я не знаю, это нечто. Вот это двоица, это наша молодёжь, как мы её называем. Они просто неугомонные вдвоём. Два моих хвостика пришли меня будить, потому что все остальные тоже хотят завтракать. А мама спит и спит, и не хочет вставать. А завтрак уже просто необходим. Вот, так что вот такие вот у нас красавцы. Ну, будем просыпаться, будем вставать. И всем хорошего дня, всем прекрасного настроения, весеннего солнышка, всего самого лучшего. Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Начинаю новый влог. И я сейчас прям с утра хочу вместе с вами распаковать свою посылочку с Вальберес. Вчера получил у меня её муж такую коробочку. И как раз это к сегодняшнему моему утру отличнейшая просто, отличнейшая посылочка с Вальберес. Заказала я по положительным отзывам. Много читала, и вот очень хорошо отзываются. Всё, смотрите, запакованный. Я заказала себе кофе. Девочки, вы знаете, я кофеман, я обожаю кофе, обожаю вкусный кофе, и поэтому выбирала по отзывам. Давайте сейчас вскроем и посмотрим. Вот такой вот кофе я заказала килограмм. Ну, упаковка килограмм. Смотрите, какой сейчас я его вскрою. Я могу сказать, что я сейчас когда распаковывала вот эту коробочку, уже был такой... Вот уже очень вкусный аромат. Так что вместе с вами сейчас попробуем. Вот такой вот кофе. Называется он Кам Арте Тре. Вот такая вот упаковочка у него. Так, надо его открыть. Я уже распаковала, я его пересыплю сейчас в баночку. Ну, я всегда кофе храню в банке. У него такой аромат. Даже кот пришёл ко мне, да? Да, Лёшка. Сладкий мой. У него такой аромат, знаете, немножко карамельный. Ну, как будто сюда карамель добавлена. Очень вкусный кофе, но это натуральный кофе. Свежего, свежей обжарки. Средняя обжарка. Страна происхождения Никарагуа. Очень хорошие про него отзывы. Тем более, что можно его готовить, ну, любым способом. Вот здесь вот как раз это всё указано. Мой пуфик. Иди. Слушайте, странно, он на запах кофе пришёл. Вот, давайте вместе с вами. Сейчас я вам покажу зёрна внутри, как выглядят. И вместе с вами заварим и попробуем новый кофе. Обожаю кофе. Вы знаете, просто кофеман. Поэтому для меня супер заказ. Решила вам показать зёрна. Вот так вот они выглядят. И вот рассыпала сюда на тарелочку. Аромат от них обалденный. Реально, какой-то карамельный, девочки. Ну, сейчас заварим и попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, добавила я сюда пол-ложечки где-то сахара. Я вообще не могу пить не сладкий кофе. И люблю красивые кружки. Вот такая я покупала сто лет в обед. Вот. Фамилии, кстати, в магазине. Вот. Так что сейчас вместе с вами попробуем вкусный кофе. На самом деле у него аромат такой, знаете, вот я говорю, карамельный. Ну, мне-то кажется, что карамельный, да. Ну, такой вот обычный кофе бывает, знаете, такой необычно, а вот бывает такой кофе, как бы горьковатый такой аромат. Здесь нет. Здесь он, ну, даже, наверное, сладковатый немножечко. Квадрящий кофе прям с утра обожаю. Я вообще, ну, так, люблю кофе больше, чем чай. Очень вкусный. Он не горький. Он такой даже немножечко, может быть, кислинки какой-то. Он такой очень приятный, не горький, не такой нетерпкий. Но я не, как сказать, не крепкий кофе пью. У меня муж настроил так кофемашину, что он, получается, не крепкий. Так как я кофеман, он знает, что я могу много кружек кофе в день выпить. То он мне настроил, чтобы кофе был не крепкий. Ну, вот. Очень вкусный, девочки. Вкусный кофе я рекомендую. За такую стоимость, как на сайте Вальверис, я считаю, что это прям супер кофе. Реально, девочки, честно, от всей души прям. Так что прям не могу остановиться. Сейчас все выпью. Нет, на самом деле, честно. И готовить его можно по-разному. Ну, и, соответственно, он очень вкусный. Целый килограмм за такую стоимость. Прям очень советую. Я теперь его буду все время заказывать. Ссылку я вам оставлю. Девочки, обязательно заказывайте. Действительно, кофе очень вкусный. Так, ну, а я сегодня буду готовить. Вам немножко поснимаю. Хотя у меня дома все болеют. Я немножко так, меня, знаете, разбирает немного. И у меня сегодня день рождения у мужа. Ему исполняется 40 лет. И он решил не праздновать. Хотя он у меня человек не суеверный. Но сказал, что нет, Наташа, я 40 лет отмечать не буду. Вообще никак. И он даже не хотел, чтобы я дома что-то там делала. Но я хочу немножко, ну, хотя бы пару салатиков ему сделать. И приготовить. И таким образом, ну, такое небольшое домашнее застолье. Я сама алкоголь сегодня пить не буду, потому что я стала принимать антивирусные, чтобы мне не разболеться совсем. Вот. И, ну, кофе попью, как вариант. Так что давайте будем готовить. Так, ну что, я начала готовить. Поставила отваривать картофель. Это на салат оливье. И яйца тоже на различные салатики. И здесь у меня в филе бедра я буду делать салат, который называется правильно, по-моему, мужские слезы или грезы, или что-то в этом духе. Но я немного видоизменила рецепт. По рецепту идут маринованные грибы, шампиньоны. А я добавляю вот у меня лесные лисички, которые собирала. В прошлом году, по-моему, муж у меня их собирал. Вот. И я их обжариваю и добавляю. Значит, собирается салат слоями. Первый слой идет курица отварная. Ну, соответственно, соленая, да, смазывается все это майонезом. Вот я собираю в такой штучке, которую, кстати, покупала. Тоже она мне очень нравится. Далее выкладывается лучок, который предварительно нужно замариновать в уксусе, да. Я ему мариную совсем-совсем чуть-чуть, чтобы не было слишком уж остро. И далее я мелко режу грибочки. Вот лисички у меня выкладываются. Потом яйца, потом морковь, тоже мелко порезанная, смазывается майонезом. И сверху натирается сыр. Вот таким вот образом собирается этот салат. И все на самом деле просто. И получается он очень вкусный. Но если вы возьмете маринованные грибы, то получится слишком острый. Слишком маринованный салат. Он хорошо очень идет, как закуска под какой-то крепкий алкоголь. Мой любимый майонез сметанный. Он более легкий. Салаты получаются более вкусными. Следующий салат. Тоже когда-то брала рецепт. Значит, идет тунец. Тоже выкладывается слоями. Вначале огурец, потом тунец, потом лук, потом яйца. И я немножко тунец смазала сметанным майонезом. Вот нарезала кубиками. Все режется, вот как вам нравится. Сверху буду выкладывать тунец. Можно вместо тунца взять, например, солененькую красную рыбку. Будет тогда очень-очень вкусно. Ну и раз такая история, решила я сделать пиццу. Это первая пицца, еще будет вторая. Также я сделала салат оливье, который будет, ну скажем так, гвоздем программы. Вот вторая пицца у меня уже стоит. Потому что муж у меня отказался от всяких тортиков. И я решила сделать так, оформить, в общем, салат оливье. Вот такая вот у меня история получилась. Вот такой стол. Здесь у меня тарталетки. Внутри сыр с яйцом, с майонезом. Украсила я вот маринованным огурчиком и помидорчиком. У меня помидора черри не было. Листик салата вниз тарталетки положила. Вот этот салат с тунцом, пицца. И салат вот курица, грибы, мужские грезы или мужские слезы, как-то так. И снова вот тарелочка с тарталетками. А, еще в тарталетках чесночок. Вот в сыре, да, вы поняли, добавила чесночок, чтобы было так поострее немножко. Ну, лимонад. И здесь у меня муж делал сидр яблочный. Он его будет пить. Он у нас один будет пить алкоголь. Вот. Все остальные у нас болеют. Ну, и самый главный салат, который я вынесла вместе со свечкой. С 40 лет моему мужу. Это салат оливье. Это любимый салат моего мужа. В общем, я так символично, скажем так, поздравила его. Ему очень понравилась эта история. Тем более, он реально не любит у меня тортики, сладкое вот это все. Оливье я делаю обычно с вареной колбасой. То есть классический вариант оливье с курицей у меня моей не любит. Ну, и получилось у меня такое небольшое видео. Вот. Потому что, действительно, все себя плохо чувствуют. И, в общем, мы немножко посидели и пошли, скажем так, отдыхать. Уже в особенности я вроде ничего особенного такого не готовила. Но, знаете, когда не очень хорошо себя чувствую, что, конечно, как-то так. Инь и янь. Они делают вид, что они не любят друг друга, не дружат. Джусь очень переживает, что они будут драться. Видите, они не дружат. Прямо в особенности Каспер. Вообще, какой-то кот к нему пришел. Кошмар. Вот. Ну, и на сегодня буду с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всю информацию я оставила внизу под этим видео. Переходите, смотрите. Всех люблю, целую. И до новых встреч. И от хвостатиков моим вам тоже огромный-огромный привет.